Я считаю, что произошел беспредел, произвол. Моя подзащитная приняла участие в одиночном пикете за отставку министра внутренних дел по Татарстану Хохорина. Ей вменили то, что якобы этот одиночный пикет был не согласован, а значит, она подлежит административной ответственности по статье 20.2, ч. 2 КОАП РФ, как организатор. В материалах дела есть лишь фотография, как она стоит одна с развернутым плакатом. То есть, ну, не доказан факт того, что она являлась организатором, данного публичного мероприятия и не доказывал, что ее публичное мероприятие в виде одиночного пикета требует какого-либо согласования. И гражданин Дамир Гадыршин в Ахитовском районном суде назначил ей 8 суток административного ареста, в то время как максимальная санкция предусматривает 10. И, по моему мнению, он это, во-первых, никак не мотивировал, а, во-вторых, с полномочиями данного судьи возникли какие-то противоречия. Указом президента России от 2011 года он назначен бессрочной судьей Нурмадского районного суда. В 2013 году на 6 лет он назначен заместителем председателя Вахитовского суда 28 октября 2013 года. Эти 6 лет, я, конечно, не математик, но мне что-то подсказывает, что эти 6 лет вышли в октябре 2019 года. Вопрос. А кем в Ахитовском суде тогда сейчас работает гражданин Гадыршина? Почему он отправляет правосудие? По этому поводу я, во-первых, ему на судебном заседании заявлял отвод, отвод оставился без рассмотрения. И я написал заявление в ККС по этому поводу. Административный арест был своевременно обжалован в Верховный суд Республики. Апелляция прошла, мы считаем, безобразно. Было нарушено право моей подзащитной на справедливый суд и на участие в судебную защиту. Так как моя подзащитная, вот из этого спецприемника, ее не доставили в Верховный суд. Она была лишена личной возможности участвовать в рассмотрении своей апелляционной жалобы. Была лишена возможности давать объяснения. Несмотря на то, что мы и Верховный суд, и в полицию отправили заявление о ее личном участии. Не обеспечили даже видеоконференц-связь. То есть Европейский суд это назначен трактует как нарушение 6-й статьи Конвенции о защите прав человека. И наши друзья с опологией протеста, надеюсь, нам помогут это все перевести на уровень Европейского суда. По содержанию в камере также есть вопросы. Моя подзащитная жаловалась, что ей не всегда давали вегетарианское питание. Хотя по своим убеждениям она ест только вегетарианское питание. Но мы это все компенсировали нашим передачкам, которые мы передавали. С компетентностью сотрудников данных спецприемников тоже возникают вопросы, потому что они мне на полном серьезе утверждали, что раз я не адвокат, я не имею права встречаться с задержанными. Хотя у меня есть оформленная нотариальная доверенность. То есть пока на них не накричишь, они ничего не понимают. На закон они плевать хотели, к сожалению. Суммарно я три раза приезжал, проводил встречи с подзащитной, ознакомливал с решением Верховного суда, ну и показывал всякие распечатки мемов с интернета, потому что телефона нет, а нету с интернетом. А скажите, пожалуйста, во сколько Марина сегодня должна выйти? Ну, по идее, вообще в 5.30 она должна была выйти. Полицейские почему-то пересчитали этот срок на 6.25. Сейчас уже по моим часам время 6.31, и Марина почему-то не вышла до сих пор. Вот сейчас мы будем звонить, уточнять. Да? Да, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а почему не выпускают гражданку Шайетта? У нее уже... А, все, хорошо тогда. Она, оказывается, зашнуровывается, хотя все это должны делать до окончания административного ареста. То есть она, получается, находилась здесь в лишнее время. Ну что, красавица? Проходу! Привет! Привет, красавица! Давай, Саня. Хорошо спишь, читаешь, медитируешь, стал сделать гимнастику, зарядку для глаз, артикуляционную гимнастику. Прямо роскошь непозволительная в будничной жизни. Какое отношение к тебе было? Отношение хорошее, люди милые, приветливые. Желаю, не нужно. А я одна была. Ты одна была? Да. Отлично. А расскажи, вот нам твой юрист сказал о том, что тебе не всегда давали вегетарианскую еду. Мы не давали ее как-то через раз. После того, как я написала заявление, мне стали приносить одноразовые из полипропилена с пененого, если кто-то в курсе. Ты их с собой забрала? Они у меня там. У меня все в торсырье лежит вот в этих баулах. Но их все равно приносили через раз, все равно наливали эту кашу с мясом и суп с какой-то рыбной таребухой. В общем, гадость. Несосветная. А состояние камеры как было? Состояние камеры? Да жаловаться. Не, ну что ли. Койка, стул, стол, туалет. Все. О чем еще можно мечтать в этой жизни? Ну, тебя сломили, Марина? Сломили тебя? Меня? Я не думаю. Если зверя держать в клетке, он еще больше становится злым. Не бойтесь отстаивать свои права. Не бойтесь ареста. Это все мимолетные, на самом деле ничтожные. Любите друг друга и ничего не бойтесь. И поступайте по совести. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!